К сожалению, я оказался прав. Высоко в российском руководстве есть гений, но они закрыты. Черчилля на окне. Добрый день. На этот раз из Юрмалы. Из Юрмалы. А что вы там делаете? Расскажите нашим зрителям. Очередной благотворительностью? Нет. Кстати, благотворительный ужин у нас, мы планировали в Эмиратах, он не получился. Но помещение было, кстати, даже несколько вариантов. Не по гостям, не по безопасности у нас не получилось, и мы решили не делать. Ну, если хочется делать, то чтобы это как-то было... Люди должны остаться с впечатлениями, а не с разочарованием, поэтому мы что-то подумали, мало. Там будет времени на подготовку, ни продуктов, ничего, мы ничего не знаем. И решили. Свайп флэба. А в Юрмалу ваш визит чем продиктован? У нас здесь дом. Вот и мы скучаем по снегу. И он здесь за окном есть. Немного, но есть. Ну что, начать на сегодняшний разговор. Хотела бы начать с вами с этой нашумевшей губной вечеринки. Как российские звезды и свою преданность Путину активно не доказывали в течение 2023 года от публичного порицания, от того, что из новогодних огоньков их сейчас вырезают, это их не спасло. Ваше общее впечатление от того, что произошло, и вот, по вашему мнению, является ли это все маркером той предвоборной кампании, которая началась, семейные ценности, такое своего рода пуританство, и теперь все такие подобные действия, они будут рассматриваться под микроскопом Путиным и его окружением. Для того, чтобы отвлечь внимание от каких-то социальных проблем, тех же цен на яйца. Давайте, у того, что произошло, несколько, мне кажется, таких важных причин. Во-первых, я как либертарианец считаю, что люди могут собираться на любую вид вечеринку, если это взрослые люди, там нет никакого насилия между людьми, они могут собираться почти голые, полностью голые, заниматься свальным грехом, вот, не знаю, мазать друг друга вареньем и чем-нибудь другим, это абсолютно дело взрослых людей, и государство не вправе вмешиваться, тем более шантажировать и так далее. Негосударственное это дело, это мелко. Мне кажется, что следующая веха взаимоотношения российского общества, скажем так, известных людей, лидеров общественного мнения и власти, заключается в том, что вот вы два года во время войны могли заниматься чем угодно, а теперь вам нужно только зиговать. Это подготовка к тому, что все лидеры общественного мнения, так или иначе влияющие на людей, должны будут быть вовлечены в политический процесс и участвовать в поддержке государственных инициатив, будь то перевыборы Пятой и Путина, или война, или травля. Плюс у этого кто-то из, я не знаю, лично ли Путина, или кто-то в его окружении является каким-то ярым гомофобом. Огромное количество вот этих законов, гомофобных законов, ну вот эта вот болезненность темы гомосексуализма, она кого-то там очень сильно тревожит. Подозреваю, связанность с каким-то личными внутренней борьбой между желаемым и правильным в его понимании или в их понимании, но там какие-то яры, абсолютно гомофобы, такие, которые там были в молодости гей-конами, а теперь стали хоругвеносцами. Вот подозреваю, какие-то вот из таких людей. И почему-то они усмотрели очень много гей-пропаганды в этом. То, что всех заставляет извиняться, как будто это не Россия, а такая большая Чечня, где все должны извиняться. Вообще извиняться, самоуничижаться, лишать себя достоинства, это пошло со времен Орды, это чисто ордынский уклад. Валяться в ногах, грязи, выдирать на себя волосы и полностью саморастаптываться перед начальством, это пошло с Орды. Особенно, когда Орда начала принимать ту форму ислама, которая странным образом, несмотря на то, что страна оставалась православной, некоторые приемы, как заперение женщин на задних дворах, необучение женщин, отношение к женщине как к чему-то грязному. И вот эта вот такая иерархия через абсолютно обесценивание и унижение всех следующих в иерархии ступеней, это такое, что-то из 15 века, из России. Вот, и Путину нравится этот способ управления. И плюс этих всех ребят, видимо, загонят на Донбасс выступать перед солдатами для поддержки, чтобы показать, что поддержка всенародная. Я думаю, что вот такой комплекс мир. Наши всех зрителей традиционно призываю подписываться на канал сейчас, очень много актуальных кино. Скажите, пожалуйста, Евгения, как вы считаете, вот это вот публичное такой порки в ближайшее время, госаппарат, я не знаю, там, представители Госдумы? Ведь если искать уже пропаганду ЛГБТ, многие эксперты говорят, так начинайте, мы с главного законодательного органа Российской Федерации. Вот там что-то подобное может наблюдаться или нет? Вы знаете, я как-то был на обеде в семье Фреда, где приехали достаточно много ответственных чиновников из Совета Федерации. Ну, там центральная станция или три обезьяны, это древние российские гей-клубы, просто отдыхают по сравнению с Советом Федерации на 2007 или 2008 год. Вот, не знаю, как сейчас, вот, и в этом абсолютно нет ничего страшного, ну, вот, ну, так случилось. Вот, это абсолютно личное дело людей. А насколько я знаю, достаточно высоко в российском руководстве есть гей, но они закрыты, вот, открытых все меньше и меньше, открытые обычно уезжают уже сейчас, потому что это небезопасно. Ну, это, собственно говоря, внесение и криминализация вот этой статьи, она ведь связана с выборами и с усилением репрессий, правильно? То, что произошло. С одной стороны, это связано просто с сокращением вообще каких-либо личных свобод, вот, с другой стороны, вот, реально, в законотворчестве, где-то очень близкий к Путина человек, может быть, лично Путин, это все поддерживает ярый гомофоб, который это все проталкивает. Буквально месяц назад, сейчас перейдем немножечко к другому спектру тем, вы достаточно очень грустно констатировали тот факт, что Запад делает все сейчас, чтобы помочь Путину выиграть. Каковы ваши прогнозы на 2024 год? Мы буквально позавчера писали все прогнозы, мы это делаем каждый год. Прогнозы на прошлый год, большая часть подтвердилась, какая-то часть не подтвердилась. Прогноз в целом, год будет, несмотря на то, что полон событий, ну и выборные циклы в больших странах, определяющих странах. Наверное, будет достаточно неприятным и тяжелым. Мне кажется, в России это будет дальнейшее медленное погружение. Так или иначе, я все равно не верю, что они рубль удержат, хоть как-то и не контролируя 100% выручку валютную, что они сейчас делают, как-то не заставляя все продавать. Вот Набиулина недавно сказала, что валютные торги вообще не обязательно, мы сами можем определить курс. Но мы знаем, это абсолютно кубинский вариант или советский вариант, где официально 63 копейки было, а проституток скупали по 3, а продавали уезжающим по 5. Я как мальчик с юга-запада в Москве всю эту экономику в позднем детстве знал. Будет как-то так, наверное. Как спор и непонятно, зависит от того, насколько Запад захочет принудить Путина к переговорам, насколько быстро. Чтобы Путин делал более активные действия для диалога. Он постоянно поднимает руку и говорит, мы готовы к переговорам, мы готовы. Но, опять-таки, параллельно с этим российские войска достаточно активно, я бы не сказал, теснят, но в некоторых местах теснят, в некоторых местах нет. Но очень активно пытаются наступать. И мне кажется, это вот такой способ, когда ты с одной стороны изматываешь противника, с другой стороны все время говоришь, что я готов на переговоры. Наверное, в какой-то момент, я думаю, что Запад может прошантажировать и заставить Украину выполнить какие-то переговорные действия, скажем так. Хотя я не вижу, не слышу в той части украинского общества, с кем я общаюсь, готовности, наверное, вообще с российской стороны общаться. Вот, мне кажется, если это будет, наверное, это будет в конце, может быть, года, даже, может быть, не в этом. Прогноз, ну, я надеюсь, что по экономике Украину поддержат. По вооружению, и там не провалится все, а по вооружению непонятно. Наверное, истребители дадут, наверное, дадут еще каких-то дальнобойных ракет, тем более, как мы видим, их используют филигранно и строго по военным целям. Но, тем не менее, это как будто такая капельница, и по капельке дают, чтобы не было какого-то большого перевеса на фронте. Западу кажется, что он так Путина изматывает, а он на самом деле укрепляет, потому что империя чувствует себя лучше в мобилизованном состоянии, в мобилизированном. И империя мобилизируется. У меня несколько военных, с кем я разговариваю, да, достаточно таких опытных, уже очень взрослых людей. И все признают, что россияне за эти почти два года научились воевать, что та толпа, которая была вначале непонимающая, и нынешняя армия, это все-таки две большие разницы. Все научились воевать. Поэтому, не знаю, год тяжелый впереди для всех. Кстати, вот вышло свежее интервью генерала Тарнавского на BBC Украина, который также вот по итогам фактически двух лет с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины констатирует, что враг, что россияне научились воевать. Относительно санкции, Евгений, вот как вы считаете, тут какой-то прорыв, в принципе, может быть? Или Западу это невыгодно? Потому что вы таким последовательным, вот я вспоминала... Но я же оказался прав. Наше интервью с начала года вы были последовательным критиком санкционной политики. Но я же оказался прав. В итоге, к сожалению, я оказался прав. Они не сделали ничего, то есть у них была задача охладить Путина через экономику, чтобы у Путина не было достаточно денег на войну, чтобы он занимался внутренними проблемами. Внутренние проблемы они плюс-минус решили. Ну да, подорожали яйца. Ну разрешили ввести яйца на машины, я не знаю, машинами или пароходами из Турции. Были 60 рублей, стали 120. Ну и что? Ну и что? В Лондоне 2,60 стоит. Никто не умер от того, что они так стоят. Ничего страшного. Вот. Хотя яйца ударили по путинскому рейтингу больше, чем... Вот я думаю, что вчерашнее повреждение, нанесенное военному кораблю, я просто цитирую РБК, меньше повлияло на рейтинг Путина, чем подорожание яиц. Вот. Но тем не менее, проедят и это. Пока корзина как-то собирается, ничего страшного. Пока нет задержек по зарплатам, нет безработицы, они сделали все, чтобы этого не было. Никаких экономических именно рычагов, подталкивающих к остановке войны или к неоплате армии. Люди бесплатно не хотят воевать. Никто не хочет бесплатно идти воевать в Украину. В Украину идут воевать только, чтобы решить свои экономические проблемы. Никакой идеологической ни у кого подоплеки абсолютно нет. наивные, одурманенные пропагандой, очень необразованные люди, они с прошлого года убиты или ранены, а в Украине их нет уже. Едут просто решить свои финансовые проблемы, потому что подъемные достаточно большие. То есть подпись... Платить будут 2000 где-то, но за подпись, в зависимости от региона, от 5 до 7 тысяч долларов платят с Министерством обороны. И это определяющий фактор для большинства. И я не думаю, что у государства закончатся на это деньги. То есть была проблема с теневым флотом, все знали. Буквально через несколько месяцев после войны вычленили, что огромное количество нефти продается танкерами, греческими или прочими в Индию и другие страны, в Восточной Азии. И это огромный бизнес, огромное путинское подспорье, несколько десятков процентов бюджета. И только несколько недель назад сначала один, потом еще, по-моему, 5 или 7 этих танкеров где-то задержали, поддавливая Путина. То есть они не хотят его лишить бизнеса, они не хотят его остановить. Они используют как аккуратные рычаги воздействия, видимо, добиваясь от Путина каких-то действий. Естественно, экономика, так как она получастная, полугосударственная, та часть, которая получастная, она будет выкручиваться изо всех сил и приспосабливаться, потому что российские коммерсанты, живущие в очень токсичной, кислотной, жесткой среде, привыкли выкручиваться и выживать всю свою жизнь. Поэтому, так как их мочит российское государство, другие государства не умеют, поэтому в относительно капиталистическом мире российские коммерсанты, которые даже работают на государство, выстраивают схемы и строят конструкции такие, которые позволяют все равно заниматься деятельностью и получать выручку валютную. Де-факто. Опять-таки, если Господу очень хотелось закончить с ценевым флотом, мы с ним бы уже давно закончили. Но этого не происходит, как мы по факту видим. В 12-м пакете европейских санкций, кажется, даже проговаривалось то, что будут там как-то бороться с этим ценевым флотом, но потом вопрос сошел как-то на нет. Европа ничего не может сделать с Венгрией, который говорит, а вот нам нужен российский газ. И Венгрия убеждает и Украину, что нам нужен российский газ, что без него у нас не клеится экономика совсем. Пусть Европа нам даст огромную компенсацию, сколько-то там, х миллиардов в год. И тогда мы готовы выключить трубу. То есть шантаж идет абсолютно со всех сторон. И там коллективному Западу, несмотря на то, что там нет единой начали, это демократические страны, где тоже политик оглядывается на избирателей, чтобы что-то сказать. И коллективному Западу тяжело. Понятно, что Украине, оказавшись между даже не двух огней, а гораздо большим количеством огней, тоже пространство для выбора совсем небольшое. Вот, поэтому... А у Путина единое начали и ресурсы в руках. Поэтому у него развязаны руки больше, чем у всех остальных. Он к этому долго готовился, долго шел, долго собирал эти фасции, чтобы в одних руках у него был полный контроль. Вы выглядите представителем антивоенного комитета. И вот, подводя итоги деятельности антивоенного комитета за 2023 год, что бы Вы отметили? Мы постарались. Мы правда постарались. Самое большое, не знаю, там, где я больше всего постарался, это попытка выступить единым фронтом все вместе, вместе с Фондом по борьбе с коррупцией. Там есть несколько тем, где мы полностью совпадаем. Вот. На данный момент не получилось. Вот. Мы будем стараться и дальше. Через какое-то время планируется форум всех иноагентов. всех, кого назвали иноагентами, это оказалось лучшие, то есть, это лучшие представители бизнеса, творчества, интеллигенции, при этом, у которых осталась совесть. Вот. И... Ну, это, по сути, цвет нации. То есть, нас отфильтровали в специальную такую, несколько сотен человек, которые, в целом, это прекрасная Россия будущего, уже промаркирована, как иноагент. За пару-тройку странных исключений, вот, это все очень приличные люди. Вот. Может быть, таким образом, через такую форму произойдет какое-то, не знаю, во всяком случае. Да и нам, по большому счету, нужно первое, одно совместное заявление, осуждающую войну, осуждающую Путина, вот. Ну, уж, и уж, простите, осуждающую борьбу с русскими, вместо того, чтобы бороться с путинским режимом, с теми русскими, которые уехали, удрали от призыва или от несвободы, и которых просто по паспорту преследуют, загоняя их к Путина назад. Количество людей, вернувшихся, приблизительно половина тех, кто уехал изначально, а уехал люди очень образованные, люди с хорошим достатком, с деньгами, с языком, вот, и они сейчас постепенно возвращаются, потому что в России есть хорошая, высокооплачиваемая работа, не нужно унизительно просить открыть счет, унизительно просить и ждать, пока тебе через несколько месяцев откажут им визии и так далее. Вот, Запад сделал все, чтобы умы, Запад всегда из России тянул умы, начиная с 89-90-го года, когда СССР открылась, Запад втягивал в себя все таланты, и украинские, и российские, и со всех других республик, ну, возьмем того же, не знаю, Сергея Бриня, вот, а сейчас, когда ответственный момент был, война, сделали все с точностью наоборот, это абсурд, глухость и, ну, это позволило Путину продолжить войну, если бы, еще раз повторюсь, если бы в марте 22-го те самые 300-400 тысяч людей из IT-сектора были на Западе встречены, им бы хотя бы не били по рукам, абсолютно не нужно было давать дотации или давать какие-то фонды, это нужно было делать украинским беженцам и это сделали, но если бы им не дали возможность работать и уехать, то российская экономика бы просто получила бы удар, который ни одни санкции не дали никогда, ни разу, а Запад получил бы порядочных, умных, ответственных, очень прозападных, готовых жить по правилам людей, говорящих на английском не житых, вот, но это не произошло и это говорит о том, что страх, как после Советского Союза получить наборы из Туркменистана, Таджикистана и прочих стран countries, то же самое получить сейчас еще и с ядерным оружием, Запад не хочет, поэтому оппозицию, то есть нас в упор не видит, не дает нам ноль легитимности, поэтому нас как бы нет, хотя люди есть и людей прилично к ному, и поэтому сделает все, чтобы внутренний взрыв не произошел в России, посмотрите реакцию на Пригожинский мятеж, они не хотят, чтобы был внутренний взрыв в России, не хотели, посмотрите, то же самое с Ираном, посмотрите, когда Иран был близок к революции, что сделал Запад? Ничего, сидели сложа руки, вот победили бы, мы вас поддержали бы, а так бы не победили, там повесили всех активистов на кранах, пока те не сгнили и висели прилюдно, чтобы было видно, что против государства идти нельзя, вот запад нынче такой, нет ни Рейгана, ни Тэтчер, ни Рейгана, ни Тэтчер, ни тем более не знаю, Черчилля, Черчилля на вас нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова